Майор Андреевич попросил также дополнительный услуг для награждения. Первым награждается товарищ Хан Ухариев, председатель рабочей коммунистической партии Бенляндии. Это юбилейная медаль 140-летия со дня рождения Владимира Ильича Легина. Товарищ Хан Ухариев. Вторым награждается Ингерс Бурлок, Менбюро социалистической партии Латвии. За активную работу по участию в подготовке конференции награждается Герасим Аклама Михайловича. За активную работу по подготовке конференции и освещению ее награждается Озерова Ольга Юрьевна. Еще есть слово для награждений. Имеется товарищ Андреев. Да, мы тут вдвоем. Дввоем. Дввоем. Литературой, которая очень необходима. Газета «Правда». Здравствуйте, уважаемые товарищи. Во-первых, позвольте от имени областных организаций Коммунистической партии Российской Федерации и Союза Советских Офицеров поприветствовать вас здесь и поздравить со 140-й годовщиной со дня рождения Владимира Ильича Ленина и проведением настоящей конференции. Во-вторых, позвольте низко покланяться директору, сотрудникам музея, организаторам настоящей конференции, участникам, ученым за то, что на высоком научном уровне внесут массы правду о Ленине, правду о Советской нашей Родине. Мне кажется, что будет правильным, если мы все вместе выразим благодарность тем молодым ребятам, которые выступали в самом начале конференции и наличие вот такой молодежи окрыляет и придает жизни какой-то смысл. Не зря живем. Правильно? Хорошие ребята, спасибо им за выступление. Жаль, что я хочу любить непосредственно, чтобы выразить благодарность. Ну и позвольте организаторам мероприятия вручить памятные медали, посвященные 140-й годовщине со дня рождения Владимира Ильича Ленина. Товарищу Попову Михаилу Васильевичу Михаилу Юрьевичу и Михаилу Васильевичу Гавшину Борису Николаевичу. Я, дорогие товарищи, повторяться не буду, повторяться не буду, мы едины, но от имени депутата Государственной Думы Комаедова Владимира Петровича, который представляет КПРН непосредственно Государственной Думы, а я являюсь помощником, тоже от всей души. Здоровья и чистоты души.